Всем привет. Кокуитлам, город в провинции Британская Колумбия в Канаде в районе Ванкувера. С населением свыше 140 тысяч человек в 2018 году Кокуитлам является шестым по населению городом Британской Колумбии и 36-м в Канаде. Кокуитлам расположен в юго-западной части Британской Колумбии. Город находится на северном берегу реки Фрейзер к востоку от Бернаби и Нью-Уэстминстера и к западу от порта Кокуитлама и Пит-Медал. Площадь сухопутной части Кокуитлама 122,3 километра, максимальные высоты – до 1600 метров. Нижние отроги гор Игл и Берг в северо-западной и северо-восточной частях города. Административно Кокуитлам является частью городской агломерации Большого Ванкувера. Кокуитлам связывают с другими населенными пунктами региона Лоуэр-Мейнленд железнодорожное сообщение и автобусные линии. Общественный транспорт в регионе координируется корпорацией Трэнслинк. Недалеко от Кокуитлама расположено два международных аэропорта – Ванкуверский, примерно в 30 километрах к юго-западу, и Аботсфорский – в 50 километрах к востоку. Кокуитлам включает в свою территорию или граничит с рядом лесных и парковых массивов. На его территории расположены два региональных парка – Меникхадай-Калани-Фарм, региональный заповедник Уиджен-Марш и южная часть провинциального парка Пайнкенберг. Первыми район современного Кокуитлама заселили индейские племена Койкуэтлем, или Кокуитлам, из группы прибрежных салишей. Собственное название племени, давшее название региону, переводится как «маленькая нерка». В прошлом эта рыба в больших количествах поднималась по реке Кокуитлам на нерест в одноименном озере. Хотя землепроходец Саймон Фрейзер побывал в этих краях в 1808 году, белые поселенцы прибыли сюда только во второй половине XIX века, когда началось строительство северной дороги, связывающей Нью-Уэстминстер, тогдашний административный центр колонии Британская Колумбия с незамерзающей гаванью Порт-Муди. В 1889 году на реке Кокуитлам была построена новейшая лесопильня. В настоящее время место, где она располагалась, носит название Фрейзер-Миллс и расположено в городской черте Кокуитлама. В 1891 году Кокуитлам получил статус окружного муниципалитета. Начиная с 1909 года в эти места начали прибывать переселенцы лесозаготовщики из Кребека. Место их компактного расселения, Майярвель, в настоящее время также входят в муниципальные границы Кокуитлама. Майярвель, названный в честь священника-француза, со своим населением в 110 человек стал крупнейшим центром франкофонии в Канаде к западу от Манитобы. В 1913 году Кокуитлам был разделен на три коммуны, собственно Кокуитлам, Порт-Кокуитлам и Фрейзер-Миллс, который снова вошел в состав Кокуитлама в 1971 году. В 1953 году через город прошло скоростное шоссе Лук-Хит, обеспечившее его быстрое экономическое развитие. Кокуитлам получил статус города в 1992 году. Согласно переписи населения 2011 года, в Кокуитламе проживали 126 456 человек, что делало его шестым по населению городом Британской Колумбии и 39-м в Канаде. Плотность населения составляла 1034 человека на Каме. Прирост населения Кокуитлама с 2006 года составил 10,4%, существенно больше, чем в среднем по провинции Британская Колумбия. 5,9%. 16,4% населения Кокуитлама составляли дети моложе 15 лет, 11,9% – люди пенсионного возраста. 65 лет и старше. 71,7% жителей города составляли люди в работоспособном возрасте, что было немного выше национального показателя. Медианный возраст жителей города был сопоставим с национальным. 40,6% против 43. И несколько ниже медианного возраста в провинции Британская Колумбия. 41,9% года. В 2011 году в городе насчитывалось около 36 тысяч семей, из которых 76% составляли супружеские пары. С детьми или без них. 8% – пары, состоящие в гражданском браке, и 15,5% – родители-одиночки. В 54% семей были дети в возрасте 24 лет или младше, проживавшие с родителями. В среднем по Канаде насчитывалось только 47% таких семей. Для 55% жителей Какуйтлама первым родным языком был английский, чуть больше 1% назвали в качестве первого родного языка французский. Более чем для 6% жителей родным был корейский язык, чуть меньше чем для 5%, персидский и примерно по 4,5% назвали в качестве родного севернокитайский. Городской совет Какуйтлама состоит из девяти членов, включая мэра. Наиболее недавние муниципальные выборы состоялись в ноябре 2014 года, мэром был избран Ричард Стюарт. Хотя на территории Какуйтлама расположены предприятия, добывающие промышленности. В основном гравийные карьеры. И лесоперерабатывающие промышленности, это в основном спальный город. В городе развита индустрия развлечений и туризма, и в 2009 году Какуйтлом был назван культурной столицей Канады на основании роли, которую играет культура в его повседневной жизни. Ежегодно в городе проводятся свыше 100 различных фестивалей и ярмарок, включая франкофонный фестиваль деревьев, игры горцев Британской Колумбии, День корейского культурного наследия, парад плюшевых медведей, состязания по рыбной ловле и другие. В Какуйтломе действуют две публичных библиотеки и городской музей, расположенный в бывшем доме генерального менеджера по продажам лесопильни Фрейзер Миллс, построенном в 1909 году. Всем пока. Пишите комментарии. Читайте комментарии. Интересные люди расскажут интересные истории. Всем хорошего настроения. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok